Сейчас подъехали на Костровый пруд, решили посмотреть дамбу. А с той стороны можно потом заехать, ну, раза три черпануть, чтобы подвинуть. А для чего? Потому что там тоже низинка. Примерно вот такое вот расстояние завалить надо грилью. Значит, ну, тут понятно где, вон она черпает, прям прямиком. Никаких поворотов, нет ничего. Значит, что меня смущает? Три сорок ваш нож. А, а, там, вот, ближе. Ну, тут два с половиной, три. Днем не отделаешься. А сейчас не отделаешься, да. Не отделаешься, раз, не надо. Ну, ну, ты подкажешь. Сами смотрите. Значит, нам нужно, чтобы вы посмотрели. Ну, вот это заедет. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. С левой стороны. Вот эту ограду приготовил, Володя. Вот эта ограда идет, она тоже мешается. Ее все надо теперь разблокировать. А остальное, вот представьте, вы сейчас зашли, нож опустили, и вот это все спихнули. Но это неприкасаемое. А тут валик, как обычно, сделаете. Смотрите. Вот сюда можете зайти, вот сюда вот. Пожалуйста. Вот сюда. Давайте зайдем. Сереж, дай руку. Я навернусь, меня не найдешь. Смотри-ка, пройдем. Ну, вот и все видать. Ему убрать всю ограду. Размонтировать. Вам не проезжает, раз не проезжает. Выхода никакого другого нету. Ну, раз решили поднимать. А? Решили поднимать. Поднимать. А если вы боитесь весны, что прорвет? Не поднимаете, да, прорвет. Потому что у нас там слив, но вода сильно напирает, а она низкая, и она даже не успевает по шлюзу пройти, она поднимается кверху. И батюшка говорит, ну, рано или поздно прорвет, тогда еще хуже нам будет. Значит, поднять нужно хотя бы сантиметров на 70. Ну. На этом вот протяжении. Вон она заканчивается, последнее дерево растет. Ага. А там шлюз это из досок сделан. И с той стороны, когда мы объедем, там раза 3-4 черпануть, подвести поближе, на всякий случай. Эта корыта с двух сторон будет наша заблокирована. Может, это не будет. Вот как там поправитесь, так сюда. Я думал, как вас тут гнать-то это? Через деревню только, потихоньку. Значит, беретесь? Я берусь, не берусь. Знаете, страна должна знать своих героев. Вы никогда не говорите, что там я в интернет. Нет, мы уходим из жизни, а пример остается. Вы мне очень понравились. Я не скрываю даже. Вы сами все догадываетесь. Сколько лет вы работали на машине-то? А я везде работал. В шахте, в карьере. Он же с Игорем Дубновым работал. Золото забывал. Я ему звонил, он вам большой привет передавал Дубнову. Он тогда молодой бегунец был, не дай господь какой. Ну, с ладком пробуется. Ему так приятно было. И жена же работала там. Да, и Марина. Да, Марина сейчас уехала. Вот так, это с жалостью. А их выкопать нельзя, эти деревья положить, а потом обратно посадить. А это что за деревья? Тольник? Ветла. Ну, ветла. Ну, и что это? Она укрепляет идею. Володя, сам посмотри, маленько обкопать и обрубить, а потом посадить. То есть вы сюда будете откатывать? Она сама? Ну, конечно. Я Коля забил, а Коля дали роски. Нам надо укрепить деревьями. Ну, вот видно как. Эта сторона у нас шифером покрыта. Нам не кажется, они просто лягут и дадут роски. Даже видать немножко. Это было большое, хорошее место. Тут рыба была. А теперь, ну, вот оно рядом. Мы подняли. Теперь, это водопой главный потеряльский. Поэтому тут, хочешь не хочешь, а мы... Котина, сюда подходят? А? Сюда заходят и пьют. Да, вот заходят, пьют, вот и все у них. И с той стороны подгоняют тоже так же. Сколько надо? Я не знаю, сколько. Голов сколько? 36. Это у Игоря одного было 36, а сейчас... 44 сейчас осталось. 44, видишь? А было 55. А у Барабаша вообще все есть. Он работник, никто не знает, когда он спит. И все по-честному. Ну... Молодец. Дай Бог здоровья. Ну все, пошли. Сейчас, отвези его домой, Сергей. Вот это хозяин, да хозяин. Видите, вот этот валик, он его нам не трогать. Он нам как раз. Он уже устоялся. Глина, вот она рядом. Вот этот промежуток, этот ребро-то вы сметете, как сегодня. Ну, только здесь высоко, смотрите. Вот выгоднее мне ходить, как бы сказать, к одному месту. Ну да. Обровки набьет, коридор себе. И все, потом больше грунта везешь. Ну вот крышу снимай и по ней ходи. А дальше подворачивай. Вот, нет. Это все пою. Крышу снимай, это... Тут мало, ниже-то вот этого не надо садить. Наверное. Вот ниже вот этой глины. А это тут высоко, вода намного дальше. Это сухая. Просто я вот где-то посередке, где больше грунта я... Пожалуйста. Ну и эту... И потом это сметешь, потому что тут надо много. Ну. Потому что надо расширять, а расширять вот какая высота. То есть, слава Богу, договорились. Сейчас тут команда, ваша команда и все. Это я сегодня так наметил, думаю, заранее уже буду знать валы. Ага. А чем мы сегодня работали? Там еще сколько? Сколько? Надо посмотреть, и я подойду. Ну, я думаю, до обеда вам не закончить. Ну, блин... А может и закончишь. И поверху которой ты сейчас вродишь, вот это, один раз пройти и ножом обратно. Больше ничего не надо. Така... Мне сейчас новую траншею надо резать. Ну, посмотрим. Ну, это что-то. А этот, который ты Бог, то можешь углублять его. Здесь, там не... Там какой-то прослой, который... Коалиновая глина. Да я не знаю. Она жирная глина. Жирная, жирная. Ее, наверное, красный кирпич поднесли. Нам как раз такая нужна. Она воду не пропускает. Замок. Называть глининый замок. Там болото будет. Вокруг колодца этой глины, когда трамбует, вода туда не попадает уже. Это не песок, не земля. Он говорит, боится, что там болото будет потом. Где? Где оно углубит? Да нет. Там разумно. А, разумно, да? Нет. Там... А что нам бояться-то? Я же по гусянкам вижу, что начинается... Нет. Там немного выше. Ну и все. Сергей Павлович, разворачивай и оглоблик. Ну, завтра вот пять канистров я позавтракаю и пойду наливать. Сережа, сейчас подожди. Вот с канистрами, с заливкой, все с Сергеем Павловичем, чтобы он помогал. Ну, я позавтракаю. Ну, да. Отдать никого не буду. Насос беру и пошел. Пошел. Так, ему насос, Сергей, надо отдать. А он, насос, наверное, он говорит, домой завезет. Все, садимся. Насос, Сергей. Качать ему, отдать надо. Проверить, как там в бане и кому завтра готовить. Передай корзинку. Много полотенцев наложила Люба. И термос найдите, чтоб передайте. А то горячего не было. Горячий чай в банке был, горячий. Горячий же чай был.